Известие о смерти бывшего руководителя региона Алексея Лебедя потрясло республику. Алексей Иванович скончался на 65-м году жизни в Москве. По официальным данным, причина смерти – внутреннее кровоизлияние. Время его правления выпало на один из самых сложных периодов для страны. Люди не видели зарплат, процветал рэкет. Вот как сам экс-глава отзывался о своей работе. Достаточно неплохо, я бы сказал, относятся ко мне люди. Потому что никто у меня никогда ничего не плевался, не кидался камнями. Я надеюсь, не будет кидаться. Хотелось бы верить в это, что я ничего плохого людям не делал. Сразу делал что-то хорошее, что-то не получалось, конечно, бесспорно. Что-то, может быть, получалось. Оценки разные. Алексей Лебедь – младший брат генерала Александра Лебедя, губернатора Красноярского края. Он погиб в 2002 году. Алексей Иванович окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище и военную академию имени Фрунзе. До того, как занять пост главы Хакасии, был военным, служил в Афганистане, Ереване и Баку. Командовал частью в Кишиневе. В 92-м его полк передислоцировали в Абакан. С тех пор судьба Алексея Ивановича была связана с Хакасией. Жители вспоминают Алексея Лебедя, как открытого человека, настоящего полковника. Да, я его очень хорошо знала. Во-первых, он добрый такой был. Стихи читать любил. Вообще он так, он сам их писал, и так он читал хорошо. Очень жаль, что его нет. Очень. Ну, слышала о нем все самое хорошее. Как бы, ну, человек, который, думаю, заслуживает внимания к себе. Поэтому ничего плохого не могу сказать. Только хорошее. Хочу про него вспомнить и, ну, как бы, поблагодарить за то, что он у нас был губернатором на Шахакасии. Пенсионерам помогал. Нынешний глава республики Валентин Коновалов выразил семье Лебедя соболезнования и дал поручение своему заместителю Юлии Измогиловой оказать необходимую помощь. Алексея Ивановича Лебедя похоронят в Москве рядом с женой Елизаветы и братом Александром Лебедем. Все чаще и чаще в ночной тиши вдруг начинаю рыдать. Ведь даже крупицу богатств души уже невозможно отдать. Никому не нужно. В поисках лучших решений так измотаешься за день. А люди бегут от лишений туда, где деньги и дряни. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова